Итак, господа, этот трёхраундный пыльет в лёгкой весовой категории представлен героев этой схватки и по традиции начинается со спортсменом в синем углу. Ему 22 года, официальный вес 70,1 килограмма, рост 173 сантиметра, профессиональный рекорд в шести боях, всего одно поражение, базовый стиль кудо. Он представляет город Санкт-Петербург, в синем углу, Василий Козлов! Его соперник в красном углу, ему 27 лет, официальный вес 70,1 килограмма, рост 173 сантиметра, профессиональный рекорд, также в шести боях, одно поражение, базовый стиль ММА. Он представляет город Грозный, Чеченская республика в красном углу, Атлан Мамаев! Ну, чуть-чуть более собранным, что ли, перед боем, сконцентрированным, собственно, на бое, кажется, Атлан Мамаев. Василий Козлов чуть менее, есть ощущение, что немножко на публику играет, еще на какие-то вещи отвлекается, но это может быть только ощущение, а как оно есть на самом деле, посмотрим. Представляет Череповец Санкт-Петербург, этот спортсмен по двум причинам лично мне интересен, потому что это славный город Череповец. Ну, почему славный? Потому что один из немногих малых городов, то есть не губерновских центров, условно, в которых действительно по-настоящему бьется жизнь и такая серьезная. Например, оттуда же родом наш сейчас очень такой, в общем, уже заявивший о себе тяжеловес Визигин, который в свое время умудрился даже выиграть, к примеру, моего подопечного, на тот момент самого заслуженного в мире смешанных единоборств спортсмена Заурга Джабабаева. Мы, конечно, считаем, что это был Лаки Панч, но какая разница, выиграл-выиграл. И видеть еще одного представителя из этого славного города, это, конечно, здорово. Плюс Кудо. Кудо – это очень такой чарующий своей строгой поясной системой и каким-то таким патриархальным, что ли, складом вид единоборств. Очень хорошие стойки за счет своей нестандартной кудошной техники. Все-таки в Кудо она отличается от многих других. Смотрите, кувыркнулся на ногу, вот как пытались сделать в предыдущем бою. И даже, кстати, может у него получиться. У него не с той стороны носок, где удобно делать, да, но почему нет? В принципе, и здесь делается прием. А вот сейчас выход на внутреннюю скрутку пятки. Тоже теряет на некоторое время позицию Козлов. А вот она скрутка, здесь вполне себе можно ее сделать, если плотно зажать ногами и хорошо сработать рукой. Это вполне себе рабочая позиция. Сейчас я не вижу, ниже он колено или выше. То есть можно ли еще сделать? Не важно, собирает спину. Сейчас Козлов, Василий, Адлану Мамаеву нужно пытаться подняться. А он, видимо, попытался это сделать через Кимура и, в принципе, почти успешно. Ну, Кимура уже, я давно не верил, чтобы кто-то делал. Пару раз уже все о ней говорили. Но вот как способ разрыва захвата, это, конечно, замечательный вариант. Ну, и в углу у Адлана Мамаева находится Исландоца. Так, а вот здесь вот этот рычаг потенциальный был. Кто-то реализует? Нет, не реализует. Хотя, да, вот здесь вот теоретически можно попробовать реализовать рычаг. Слушайте, как меня удивляет сейчас Василий, потому что выходит уже второй раз на прием. Не вижу, есть, нет, нет, там приема нету, потому что кисть неправильное положение была. На рычаге локтя принципиально важно, чтобы большой палец смотрел от тебя. Тогда локоть смотрит на тебя. Но все равно, обратите внимание, уже второй раз он выходит на прием. Хотя в Худо, например, который, ну, видимо, является для него базовым видом единоборств, на партер вообще 15 секунд уделяется. И они сразу поднимаются в кое-как. Ну, у Адлана Мамаева в углу находится черный пояс по джилу-джипсу Ислам Дацая. И он вот в таких ситуациях очень четко подсказывает своему подопечному, как нужно действовать. Ну, и как вы видите сейчас на своих экранах, дорогие друзья, это сейчас именно тот самый угол... Да, да. ...где он и сидит. То есть фактически сейчас Адлана Мамаева находится в собственном углу. Ну, опять же, насколько это возможно, здесь в круглой клетке. Ну, это импровизированный угол. Ну, да, то есть это та сторона, где... Ой, тяжелая колена прямо в лоб прилетела от Адланы Мамаева, но еще очень здорово держит удар Василий Козлов. Минута до конца первого раунда. Здорово, большое количество активных действий. Приятно, конечно, видеть такую активную работу. Молодцы. Очередная попытка перевести от Василия Козлова своего соперника на канвас. И вот подхват, ну, для разрыва захвата больше он послужил, не как-то их дал. Кто-то попробует еще взорваться в конце. Сильливый заряжает Адлана Мамаева. Аперкот от Козлова. Такая связка по апперкот боковой, да. Много, кстати, сегодня апперкотов. Приятно это видеть. Раньше этот прием так часто не использовался. Попробует кто-то забрать концовку или нет? Я думаю, что это важно. Ну, не знаю, как оценили судьи. Загадка, загадка, конечно, это для меня. Но, честно, симпатично выглядели оба спортсмена. Я думаю, примерно поровну. Не удивлюсь никакому судейскому решению, по крайней мере, за этот раунд. В принципе, на корпусной работе смотрелись оба примерно одинаково. Попытки приема были у Василия. Чуть больше, наверное, контроля у Адлана. Тут, кстати, интересно, что Василий вообще имя такое очень сильное. Оно происходит от бизантийского греческого базилевс. То есть властвующий, властитель, так звали императором. Поэтому, как бы, такое громкое имя оно в некотором смысле обязывает. И, судя по пока что близкому к идеальному рекорду 5-1, у Василий эту некоторую ответственность на себе чувствует. То есть чувствует, что может побеждать и в основном побеждает. Здесь, конечно, на таком уровне нужно быть не просто молодцом. Нужно бороться за каждый эпизод и забирать каждый эпизод. В этом случае, да, действительно, можно здесь побеждать. Ну, коль мы уж заговорили о том, что означает имена. Так вот. Так, я ждал этого. Имя Адлан – это чеческое имя, образованное от тюркско-арабского значения. Справедливый – Адил и Лев – Лан. Лан, как бы, сокращенно Лев, а Слан на тюркском языке означает Лев. То есть, получается, справедливый Лев. Ну, то есть, с именами обоим спортсменам повезло бросаться. Ну, вот такой вот, ладно, чего скрывать. Блестящие ловиды от Адама Ахмадова. И отличный проход от Адлана Мамаева. Ну, да, сейчас Адлан находится сверху. Пытается... Возьмите внимание Василия от него. Именно с той задачей, чтобы выйти на прием. По крайней мере, очевидно. Он подтягивает бедра вверх для того, чтобы закинуть. Сейчас мы видим, скорее, для того, чтобы встать уже. Он постоянно ищет тренды. Несмотря на то, что представитель Худо очень здорово на спине работает. На удивление. Я, честно говоря, такого не встречал еще. Но это очень приятно видеть. Так, мы тоже видим и в этом поединке кровь. Не понимая, откуда она, у кого какая сечка. Так, ага, интересно. Есть трехголь. Ничего себе! Действительно есть закрыл. Очень плотный. Сейчас шаголок себе тянет Василий Козлов. Смотрите, а почему он показывает, что все в порядке? Потому что у него есть место, видите, под мышкой, где дышать. Потому что эта рука с этой стороны, она как бы дает возможность дышать. Ее надо перекидывать на другую сторону, через живот. И тогда это становится опасно. И посмотрите, как освобождается. Здорово. Одна мамая, вторая попытка. Докинуть треугольник от Василия Козлова. И, кстати, бывает такое, что повторный бывает лучше. Нет, не получилось. Но все равно здорово. И позицию забрал. Ничего себе. Кстати, вот обратите внимание, о чем я говорю. Видите, какая-то сечка, видимо, есть у Адлана. Очень здорово смотрится на Василий Козлов. Ой, какие интересные переходы. Ай, молодцом. Вот с Кимуры переход на рычаг локтя. Это вообще, ну сейчас уже почему-то очень редкая вещь, которую раньше прям заучивали. Здорово. Вообще переходы с узлов на рычаги, это прям песня. На эту тему можно докторские, кандидатские писать. Так много там разных вариантов и интересных нюансов. Однако здесь конкретно не получилось. Ну, неудивительно, второй раунд. Уставшие, плюс скользкие уже спортсмены. Однако выход был классный. Ага, и есть вправленные ноги? Нет, пока нет. Есть вправленные ноги. Нет, не удержал позицию. Ой-ой-ой. Но хорошее попадание есть левым бокам. Менее двух минут до конца второго раунда. В стойку вернулись бойцы. И самое интересное, что практически не пытается так демонстрировать. Ой-ой-ой. Жесткое попадание. Очень классно попало. Вот такого ярко выраженного демонстрации своего класса в стойке. Нет от Василия Козлова. Кстати, странно. Я тоже думал, что в первую очередь он будет в таком классическом художественном стиле сближаться на такой серии из боковых ударов. Упустил здесь немножко ножку, хотя было очень близко. Мне симпатично очень видеть вот эти кувырки на ноги. Единственное, что доделывать бы их. Сейчас надо не за верхнюю ногу вот это хвататься, за которую он сейчас держится, а за нижнюю пытаться кувырком снова забраться выше колена, ближе к оппоненту. Пытается вырвать руку. Адлан Мамаев удалось ему это сделать. Вот-вот-вот, дальше кувыркаться и захватить. Вот, молодец, умничка. И вот здесь уже можно сделать прием. Но, видимо, чувствует это и понимает и Адлан, и не дает сделать. Ну, можно, можно. Вот так кувыркаться, главное не оставлять над собой. Не оставлять над собой и растягивать ногу. Второй бой подряд. Вот нюансов просто не хватает каждому из спортсменов для реализации приема. А вот здесь можно и Ахилл, и Пиаткон. И посмотрите, какие удары наносит один за другим. Адлан Мамаев насыпал так немного сопернику. Да, реализует. Ну, вообще-то, это одно из лучших, наверное, средств против болевых на ноги. Бить. Как там? Марк Хан в свое время отличился замечательным высказыванием. Да, поймите, мне нужен один удар. И слетит, там дальше матное слово, ваш черный пояс. Действительно, удары это вещь, которая... Действительно, удары это вещь, которая очень помогает в таких позициях. Вот здорово, обратите внимание. Каждый ушел с рычага локтя. Каждый ушел с других позиций. Там, с рычагов колен, со струбок пятки. Здорово, здорово. Приятно смотреть. И приятно видеть вот эту традицию ACA. Которая заключается в том, что два рефери выводят спортсмен-секундантов из клетки. Тем самым, соответственно, выводит их одновременно, не давая преимуществу в отдыхе ни одному из спортсменов. Ну что ж, у кого откроется второе дыхание? Доктор осмотрел Адлана Мамаева и признал, что, соответственно, может тут продолжать бой. Сечка не страшная. Ну что ж, посмотрим, что нам предложат бойцы. Что они, естественно, в первую очередь друг другу предложат. Пока стойка. Интересно, что все-таки они все какие-то свои вопросы решают в борьбе. Неожиданно. Я такого рисунка не ожидал. Хорошую пару ударов. Мы бы успечили Адлана Мамаева. Сначала с руки, потом мидлки. И вот, собственно, о чем я говорил. То есть, в первую очередь, в борьбе решают свои вопросы бойцы. Попытка Кимуры. Ну, да. Попытка ради попытки, получается. Да нет, ну почему? Пробовать надо. Ты за счет этого движения... Ну, когда вот делаем Кимуру, мы за счет этого движения собираем ресурс своей спины. И потом его можно использовать во что-то еще. Поэтому, так или иначе, как бы, назвать это действие бесполезным, ну, никак нельзя. Его можно привести в пользу в самых разных смыслах. Тем временем, Адлан Мамаев выигрывает позицию. И нет такой яркой, активной работы. Но, тем не менее, удары есть. И этого достаточно, чтобы Ашота Шигян не поднимал. Да, обозначение активности. И вполне себе сейчас вот уже две минуты практически. Ну, меньше-меньше. Одну минуту уж точно забирает в свою пользу Адлан Мамаев. Застыл, застыл, застыл немножко поединок. Мы видим то, что постоянно создающий какие-то активные, такие опасные ситуации в виде попыток проведения болевых приемов. Василий Козлов сейчас, видимо, достаточно ресурс сил не имеет. А Адлан Мамаев в целом доволен той позицией, которая есть сейчас. И работает, не улучшая и не давая возможности ее ухудшить. Хороший, кстати, правильный, логичный ход для него и его секундантов. Это действительно хорошее решение. И продолжает обозначать свою активность Адлан Мамаев. Еще один удар в голову. Еще добавляет снизу, попытался ответить Василий Козлов. Локти. Да, без столажа, но, тем не менее, они есть. Чуть-чуть активизировались. Ну, ненадолго. Ну, вот Адлан будет пытаться улучшить позицию. Да, чуть-чуть улучшил. Опять-таки, ненадолго. Ну, и, собственно, осталось-то уже недолго. Минута с небольшим. Тут, если только находить какой-то прием, мне кажется. Опять же, проводит рычаг. Пробиваете ручки под мышки соперника, который сверху. И выходить на рычаг лодки. Или провод закидывает треугольник. Ну, там. Про всякие омоплаты, гуглоплаты рассказывать не буду. Думаю, что не сегодня. Да и, в общем-то, они больше не к смешанным единоборствам, а к, там, не знаю, к рэпплингу, бразильскому джиу-джицу. К смешанным единоборствам их провести довольно трудно. Закрывает снова гард Василий Козлов. И призывает Адлану не идти вниз, не оттягиваться слишком далеко. Логично, да, потому что тогда можно перевернуть, сделать свип, так называемый. И при этом еще и получаешь чуть больше ударов локтями в голову. Так что-то уже тяжелее это атаковать сопернику. Ну, вот финальный взрыв, наверное, и здесь, наверное, уже особенно ничего не будет. Ну, последний раунд однозначный. Последний раунд однозначный. Уходит он в сторону Адлана Мамаева. А с ним, вероятно, и, в общем-то, и весь бой. Есть такое ощущение. Мне кажется, что у Адланы не очень хорошая сечка под бровью. Не на самой брови, а под бровью. Не знаю, отсюда лучше не видно, но... Если это так, то это, конечно, сечка плохая, нужно уделить ей внимание. И как следует залечить, чтобы не было угрозы глазу. Очень непростой поединок для обоих спортсменов. Не сказать, что прям там супер зрелищный. Ну, интересный, интересный. Так, из тактической, наверное, для профессионалов, которые любят вот эту всю эстетику, могут как-то... Да вы знаете, я думаю, что для тех же жителей Череповца просто значимый эпизод. Их земляк выступает на высоком уровне. Это приятно. И конкурент выступает. Поздравляем Адланы Мамаева с этой...